Друзья, раз за разом люди все-таки, несмотря на все мои старания, совершают две достаточно грубых ошибки, которые я вам сейчас попробую разъяснить. Вам это надо обязательно запомнить и применять в повседневной жизни. Значит, первая ошибка это товарно-денежные отношения никак не оформлять документально. Все там типа на доверии и так далее. Запомните, этого делать нельзя. Для суда отсутствие документов это основание, что вы суд проиграете почти стопроцентное. То есть всякие там свидетельские показания, там какие-нибудь аудиозаписи, даже там видеозаписи, все это не играет практически никакой роли. Как косвенные дополнительные доказательства, да, неплохо, но как основные доказательства они в 95% случаев не сработают. Вот, поэтому запомните, все товарно-денежные отношения оформляем документально. Это может быть все, что угодно. Договор, расписка, чек, квитанция. Вот многие люди за наличные деньги против безналичных. Вот, но на самом деле, если по безналу что-то, ну, вы отдали деньги по безналу, то у вас уже автоматом есть доказательства, как минимум, что вы деньги отдали. А то люди любят даже, ну, вообще отдать деньги без всяких документиков. Даже я рекомендую, ну, если что-то такое, там, одно дело, если вы на Авито покупаете, ну, я не знаю, детскую игрушку, да, вот, другое дело, если вы на Авито, там, покупаете телефон или ноутбук. Ну, я бы порекомендовал, вот вы созваниваетесь с продавцом, я бы порекомендовал, давайте так, я бланк договора распечатаю между физическими лицами купли-продажи, он в интернете, вы его легко найдете. То есть, распечатаю бланк договора, мы на месте где-нибудь встречаемся, вы показываете свой паспорт, я туда вношу ваши данные, я показываю свой паспорт, вносим туда мои данные, подписываем договор, подписываем, там, на обратной стороне, что вы деньги получили, или я их перевожу, там, через Сбербанк онлайн, грубо говоря, и все. То есть, добросовестный продавец, вот, я буду продавать телефон, да какие проблемы-то, да, вот, на мой паспорт, да, все, давай, составляй договор. Добросовестному человеку не жалко, а не добросовестному, ему наоборот, как бы, не захочет с вами связываться, ну, и вам это как раз лишний момент, чтобы избежать того, чтобы стать жертвой мошенников. Итак, то есть, в большинстве случаев, но, чаще страдает тот, кто отдает деньги, да, ну, иногда и страдает тот, кто товар отдает, но тут надо уже смотреть, ну, кто отдает деньги, он в большей опасности, вот, и поэтому, все должно быть оформлено, ну, более-менее, на серьезные суммы, то есть, ту сумму, с которой вы не готовы расстаться, это должно быть оформлено хотя бы каким-то документом, хотя бы банальной распиской, написанной в вашем присутствии и своей рукой, то есть, даже необязательно строгой юридической формы. Понимаете, да, то есть, первое правило, это все товарно-денежные отношения должны быть зафиксированы документально, вот я, например, если заключаюсь с человеком договор об оказании юридических услуг, ну, если человек мне наличку дает, я просто на обратной стороне его договора прямо от руки пишу, я такой-то получил по такому-то договору такую-то сумму денег, это если он мне наличка отдает. Если безналом, то у меня карточка, я самозанятым зарегистрирован, у меня карточка зарегистрирована в налоговой, мне сразу же, вот он безналом переводит, мне сразу же приходит изналоговый чек, и этот чек я потом могу вместе с актом о проделанной работе и договором об оказании юридических услуг, и справкой, что я самозанятый, в суд предъявить, то есть, для того, чтобы, ну, тем, ну, заказчику по договору, да, для того, чтобы ему компенсировали юридические расходы, то есть, это тоже делается без всяких проблем. Вот, то есть, понимаете, да, иногда люди прям просто могут приехать, ну, я не подвожу, никого не подводил, и, как бы, ни у кого обид на меня нет. Иногда прям бывает, вот, возле метро, там, я еду куда-то в суд, человек говорит, вот, хочу очередную, там, ну, там, в рассрочку, если, например, хочу очередную часть денег отдать, прямо возле метро отдает мне человек деньги. Вот, ну, так, в принципе, делать нежелательно, уж лучше тогда, там, по безналу, то есть, как бы, мне-то можно, да, доверять, но это так, опять же, не обязательно, то есть, при необходимости я все делаю, как человек желает, то есть, заказчик, он и есть заказчик, кто платит, тот и главный. Вот, чего многие не понимают, юристы, нотариусы, риэлторы, да, что тот, кто платит, тот и главный. Вот, и смотрите, второй момент, то есть, если уже какие-то ваши права нарушены, или вы предполагаете, что права нарушены, некоторые любят мне сказать, ну, я вот пришла в опеку, а мне сказали, без вариантов, я пришла в полицию, а мне сказали, да, этих мошенников все равно не найти, я там, ну, то-то-то-то, то есть, там, пришла в детский сад, мне сказали, что мест у нас нет. То есть, запомните, все отношения, где ваши права нарушены, или вы предполагаете, что они могут быть нарушены, даже если вы ошибаетесь, все выяснения отношений исключительно в письменном виде, никаких, никаких разговоров, то есть, как мне говорят, а мне в земельном комитете сказали, что шансов все равно нет. Или, ну, вот в большинстве случаев, то есть, меня человек консультирует, я спрашиваю, есть письменный отказ? Нет, мне на словах сказали. Так быть не должно, запомните, то есть, пишем заявление, претензии, жалобу, ну, любой документ, обращение, как угодно можете назвать, да, возражение, там, все что угодно, неважно, как вы назовете, пишем и подаем, то есть, там, прошу, даже прошу разъяснить, по какой причине у меня в детском саду нет мест, ну, хотя бы даже так, вот самое простое, там, когда, там, я разговаривал, там, с мамашками, они говорят, что полным-полно мест, там, или, там, ну, вот, вот, все что угодно, да, там, соседний участок заброшенный, не знаете вы, как с ним быть, пишите заявление в администрации, прошу вас передать мне, а такой-то земельный участок, он является заброшенным, там, даже банально, даже если он не заброшенный, кому-то принадлежит, ну, вам так и ответит, там, такой-то является собственником, или подобные участки с торгов, или участок в аренде у кого-то, то есть, вам они обязаны ответить. Все организации обязаны вам ответить письменно на ваше любое обращение, вот, ну, где-то в течение 10 дней, где-то в течение месяца, то есть, не должно быть такого, что вы пообщались, там, вам что-то отказали, там, и вы все, смирились с этим. Обязательно должно быть письменное обращение, и вы получите ответ, который, во-первых, можно будет проанализировать, во-вторых, можно будет обжаловать, там, вышестоящему руководству или в суд, понимаете, да, и вот эти вот обращения, да, ну, вот, все виды, там, жалобы, претензии и так далее, мы назовем это обращение. Либо лично привозите в двух экземплярах, и на втором экземпляре вам ставят отметку о вручении, то есть, желательно, чтобы это было печать, а не просто, там, подпись и число, когда сотрудника этого уволят, кто, там, получил это письмо, а потом скажут, что мы ничего не получали, его никак не докажут. То есть, желательно, чтобы был штамп или печать. Вот. Есть организации недобросовестные, которые в наглую, да, не принимают документы. Запоминаем. Идете на почту. Она сейчас уже более-менее прилично работает, письма не теряют практически. Идете на почту и отправляете. Запомните. Не заказным, не заказным с уведомлением, ничего. Все, забудьте эти фразы. Запомните, ваша главная фраза ценным письмом с описью вложений. Все документы серьезные, важные. Отправляем ценным письмом с описью вложений. Еще раз. Ценным письмом. Объявленную ценность вы можете 1 рубль указать, там, сколько хотите. Но отправляем ценным письмом. Опись. Она в двух экземплярах составляется. Это доказательство. То есть, в описи указано, там, например, претензия будет, да, там, претензия, там, застройщику такому-то, там, или претензия, о-о-о-о, там, рога и копыта. Можно даже подробнее расписать при необходимости. Один экземпляр в конверт вкладывается, второй у вас остается. То есть, опись. Вы получаете на почте чек и второй экземпляр описи. Для потом, для возможных судов, там, разбиратель, споров, опись показывает, что, какой конкретно документ вы направили. Потому что можно и чистый лист направить, да. А этот, чек показывает, там будет почтовый идентификатор. Поэтому сейчас уведомления не нужны. Вот. Будет почтовый идентификатор, на который, и на сайте Почты России вы судьбу письма сможете отследить. При необходимости, опять же, для суда я распечатку всегда беру. Вот есть дела, где обязателен претензионный порядок. Вот я распечатку всегда делаю с сайта суда и все. И никаких проблем это не составляет. Итак, подводим с вами итог. Простейшие, простейшие советы, которые все-таки помогают вам избежать некоторых неприятностей, быть более эффективными и так далее. Они, казалось бы, очевидны, да. И многие сейчас скажут, да, ну, действительно очевидные советы. Но реально ко мне люди регулярно обращаются, которые, оказалось, отдали денег, не имея никаких подтверждений для этого, или дали в долг, не имея никаких подтверждений. Или люди, которые получили там отказ или нарушены их права, но все на словах. То есть, чтобы от человека отвязаться, на словах ему отказали. И потом слова к делу не пришьешь, даже если есть какая-то там аудиозапись слова к делу не пришьешь. Поэтому все должно быть документально. Итак, в общем, если грубо говоря, все оформляем документально. Будь то передача денег, будь то какое-либо обращение в какую-либо организацию, если грубо. Если чуть-чуть расширено, то опять посмотрите это видео сначала, чтобы я не повторялся, а мне в комментариях не писали, что одно и то же, одно и то же, зачем 10 раз повторять. Хотя, с другой стороны, повторение мать учения. Если я повторю 10 раз одно и то же, может быть, вы запомните, и у мошенников не будет возможности вас обмануть.